Еще одна площадка, которая неизменно тоже вызывает именно площадки Государственной Думы и в Совете Федерации, много дискуссий, это охота и охотничья инфраструктура. Коллеги, кто? Гия, да, вам слово, пожалуйста. Гия Саралидзе. Приветствую еще раз. Вот так вот пока до охоты дойдет, уже все устали и все уходят. Ну ладно. На следующий раз начнем наоборот с охоты. Ну вот, хотелось бы, хотелось бы. Сегодня мы рассматривали очень много вопросов. Вообще, надо сказать, что этап Хабаровский, в смысле нашей тематики, оказался таким рубежным. Вот я на всех трех этапах был. И сегодня действительно очень много таких вопросов рассматривались. Они просто объединили все то, что мы обсуждали. Совершенно очевидно, что главные вопросы, которые волнуют людей в этой области, они лежат в совершенствовании законодательства. Это главные вопросы, которые волнуют, о которых мы говорим из форума в форум. И сегодня не стало исключением. В том числе, на самом деле, вопросы законодательства, знаете, такого глобального масштаба, что ли. Сегодня очень правильные, на мой взгляд, слова были произнесены. И я сам об этом думал. Но вот сегодня они были сформулированы. О том, что была такая мысль высказана о том, что вообще нужно определить цель, которой идет отрасль. А для этого необходимо признать, что это отрасль. Необходимо признать, что это возможная точка роста. Что это важная отрасль. Не только материальная, но и, не устаю об этом говорить, и культурно-духовная. На самом деле, потому что охота – это наша культура, это наша история. Как историк могу об этом сказать. Здесь действительно есть такое немножко остаточное, что ли, отношение к охоте. Ее, как я вижу, сейчас не воспринимают серьезно, как возможность и экономическую, и в том числе, как ее такую направленность, в том числе и воспитательной функции. Потому что здесь можно очень долго говорить и вспоминать, как я это делал на других форумах. И литература, где охота была, да, великая классическая литература русская, где охота играла немаловажную роль. Но позволю себе сказать, что вообще в том, что сейчас происходит с охотой, и вот такое к ней отношение, все-таки здесь есть, не скажу, что главная вина, но все-таки вина и самой отрасли. Для того, чтобы тебя серьезно воспринимали отрасли, ты должен консолидироваться и сам себя поставить как отрасль и как важная отрасль. Все-таки здесь, мне кажется, недоработка, наверное, в том числе и наша, как средство массовой информации, но все-таки это надо делать совместно, и мне кажется, что это очень важная вещь. Вообще, я вот, да, сразу скажу, что я сконцентрируюсь сейчас на каких-то вещах, которые я как журналист могу сказать, а уже о деталях каких-то важных. Мой самодератор, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Владимир Альбертович Леведев, он расскажет, более профессионально, чем я. Так вот, мне кажется, что это одна из самых важных, и об этом я не устаю говорить, это отношение к охоте, причем вот в разных ее ипостасях. Конечно, важные очень вопросы, которые тоже из форума форума мы обсуждаем, это вообще неопределенность различных там нормативов, они там связаны и с государственными инспекторами, там и оружие, и форма, и какая-то юридическая защита, безопасность обеспечения, вообще отношение к этим людям, которые этим занимаются, кадровая проблема. Сегодня поднималась, не только на этом форуме, но и в Хантамансийске мы об этом очень много говорили, это проблема, связанная с правами коренных малочисленных народов, их прав, и здесь очень много вопросов, и я так понимаю, что так как это мы обсуждали уже на двух форумах-то точно, очень подробно, что здесь есть проблемы, есть проблемы определения того, как, какие квоты эти должны быть, должно ли это входить там в те квоты, которые выделяются, но вообще это очень тонкий вопрос, он очень тонкий, очень болезненный и политический, потому что вот ровно после того, как мы в Хантамансийске об этом говорили, я обратил внимание, просто в информационном поле всегда появляются эти вещи, и на площадке ООН обсуждалась инициатива одного из регионов, он тут рядом находится, как раз по, ну так, там сказали об ущемлении прав, на самом деле там, понятно, была попытка все-таки это урегулировать все, но воспринимается это однозначно, там вообще указали на то, что вот эта вот инициатива, с которой вышел регион, он нарушает сразу несколько пунктов декларации ООН по правам коренных народов, в общем, в итоге политическая ситуация, которая сейчас существует, прямо скажем, ну не совсем правильно все это слушать, хотя понятно, что это внутреннее дело России, и мы должны здесь решить, как и что нам делать, но не учитывать этот фактор, мне кажется, все-таки невозможно. Мы говорили о том, что надо тоже и концентрироваться на местных каких-то проблемах, которые имеют специфику такую региональную, региональную, мероприятие по сохранению численности амурского тигра, безусловно, имеет такую региональную окраску. Говорили мы сегодня о том, что численность амурского тигра – это кормовая база, кормовая база – это кабаны там, а кабаны – это дуб, а их вырубают, понимаете? И все это взаимосвязано. Вообще о негативном влиянии рубки очень много говорили, и говорили эмоционально, надо сказать, и очень убедительно. Понимаю, что я не могу здесь третейским судьем точно быть, но как-то меня убедили в том, что надо бы дуб оставить в покое. Про дальневосточный гектар мы говорили, оказывается, и это. Я спрашивал еще до начала форума о том, что как-то связано, можно ли как-то вот дальневосточный гектар к проблемам создания каких-то охотугодий, может быть. Ну, мне объяснили, что гектара – это слишком мало. Но все равно есть связь, потому что там должны быть какие-то ограничения, разведения на дальневосточном гектаре. Еще одна очень, мне кажется, последняя будет, потом я передам слово самодератору. Очень важная вещь. Оказывается, как мне сегодня, как я узнал сегодня в ходе нашего заседания, что нет четкого определения охоты промысловой и любительской. Вообще, это интересная вещь, потому что я понял, что вот за эти три заседания форума, три этапа, я все время как-то путался, где промысловики и где любители. Мне кажется, действительно, это правда, их надо разделить. Иначе мы очень часто начинаем говорить о разных вещах. Здесь мы четко должны определяться, здесь бизнес, здесь промысел. Я понимаю, что и любительская охота может быть бизнесом и должна быть бизнесом, но все-таки разные задачи, разные подходы. Где-то они, безусловно, смыкаются, но где-то есть и разница. Это, мне кажется, очень важно. Я на этом завершаю. Понимаю, что все устали уже. Предоставляю слово Владимиру Альбертовичу. Большое спасибо организаторам и Хабаровску. Действительно, я мечтал побывать здесь, увидел все, что хотел. И надо сказать, что даже то, что я увидел, превзошли все мои смелые ожидания. У вас замечательная земля, замечательные люди. Спасибо большое. Уважаемый Николай Петрович, уважаемые коллеги, я тоже, поскольку должен озвучить то, что звучало у нас на наших круглых столах, Гея очень четко все время говорит о том, что, скорее всего, охот пользователей и люди, которые представляют отрасль, они сами виноваты в том положении. Частично это абсолютная правда, потому что даже любители рыболовы, они, когда была такая большая опасность, они объединились, и многие вещи отстояли. Да причем отстояли так, что до сих пор законы любительского рыболовства принять не могут. Но объединились быстро, и это оказалось такой мощной силой, что просто тормознули федеральное законодательство лет на пять, по-моему. Ну, четыре года точно стоит, никуда не двигается. Но я просто хочу сказать не своими словами то, что прозвучало из зала. И это такая озабоченность и боль о том, что все-таки, ну, кроме охот пользователей и отраслевиков, все-таки у государства должно быть, если оно понимает, что в этой отрасли кроется огромный потенциал развития, и оно абсолютно попадает в выполнение всех указов и последних, поскольку потенциал там зашит очень огромный, поскольку охота является потребителем огромного количества товаров. Просто если вдуматься, это специализированная обувь, специализированная одежда, это орудия, это патроны, это оружие, это средства навигации, это все, что связано с собаками, это моторы, лодки, спецтехника. И когда начинаешь что-то темнотехнять, ты понимаешь, какое количество здесь у кого-то твой крутится. Если развивать эту потребительскую сеть, вдумайтесь о том, что там в развитых странах, к примеру, доля любительской охоты и рыболовства занимает там от полутора до четырех процентов ВВП, если этим нормально заниматься. А у нас последние действия властей исполнительных, перед которыми лежит задача выполнения и принятой самим же правительством стратегией, это слияние департамента. Теперь отрасль охотничья, о которой мы говорим, мы должны о себе заявить, теперь на федеральном уровне не имеет своего собственного департамента. Правда, прозвучала тоже такая реплика из зала, она такая злая, но она симптоматичная. Они сказали, ну, вы понимаете, у нынешнего министра, у него же не было там отрасли в своем субъекте, поэтому он по своему субъекту меряет всю страну. Она злая, она неправильная, но она симптоматичная. Ведь сила власти в ее преемственности. Если мы будем все время так шарахаться каждый раз, то мы просто загубим то красивое и великое, что называется русской охотой. Поэтому все-таки, я думаю, что и участники форума здесь сказали о том, что все-таки надо исполнительной власти к этой теме как-то отнестись по-особому. И мы понимаем, что раньше был департамент 37 человек, сейчас там будут в объединенном департаменте два отдела, в лучшем случае там 12-14 человек. Ну, наверное, надежда только на нашу рабочую группу, что, наверное, мы потянем все законодательство, но с нормативкой все равно мы работать не можем, к сожалению. Поэтому здесь нужно что-то такое, о чем-то думать. Ну и далее прозвучали темы тоже очень важные, поскольку уже можно отметить, что лесники здесь намного впереди, и у них уже на выходе нормативы финансирования приняли совершенно законы, которые сказали, что лесная отрасль должна финансироваться по нормативам затрат, по видам работ, и если будет выполняться этот закон федеральный, а мы будем требовать, чтобы он исполнялся, то лесная отрасль получит от 12 до 14 миллиардов дополнительно. А охотничное сообщество тоже про эту тему говорит о том, что, коллеги, пора бы задуматься о том, что нас тоже нужно финансировать по нормативам, потому что есть субъект там Липецкая область и Хабаровский край. Если, говорит, даже по выполнению поручения президента, там три охоты инспектора на муниципальный район, это сравнивать абсолютно просто-напросто даже невозможно. Вот. Своя специфика проявилась, обсуждая здесь, конечно, по Дальнему Востоку, когда мы начали говорить в том числе и по финансированию, о том, что субвенции должны все-таки рассчитываться по нормативам, потому что Дальний Восток – это все-таки ареал обитания редких животных, причем которые имеют абсолютно такое международное значение – это тигр и леопард. Поэтому должны быть все-таки особые субвенции и реабилитационные центры, поскольку на сегодняшний день не решена проблема в конфликтных ситуациях, что делать с этими животными, куда их дальше размещать, и чтобы это было все совершенно на законных основаниях. Потому что все, что происходит сегодня, это какие-то общественные организации, которые их принимают либо там в зоопарке, либо в цирке. Механизма возврата их назад в дикую природу на сегодняшний день он не проработан. Ну и совсем не смешная на самом деле тема, хотя она вызывает такой смех, и говорят, что это происки западных организаций. Но, вы знаете, эта тема совершенно не звучала в европейской части. Почему? Потому что в европейской части мы считаем, что там перестойный лес и все это такое – это тема, которая ведет к деградации животного мира. Весь животный мир обладает в молодняках, это все, что касается и копытных, которые обитают в европейской части, и все, что, в принципе, чем лес там больше растет, он становится пустее, пустее и пустее, по большому счету. Здесь на Дальнемостоке иная специфика, потому что там зверь пользуется дарами сельского хозяйства, очень развитого. А здесь у копытных животных, которые являются объектами охоты и основным видом питания про тех животных, о которых мы говорим, они питаются лесом. И вопрос по дубу, ясеню и ореху, он вообще не праздный. Это реальная опасность. И мы говорим о том, что если эта тема рассчитывается, при которой мы можем сказать, что мы хотим с хищниками, которые стоят наверху пирамиды, дальше рассчитать, какое количество необходимое им зверя для того, чтобы они нормально жили и мы могли выполнить свои обязательства, но с учетом еще и сколько будут изымать охотники, и дальше посчитать, охватит ли той базы питательной, на которой вот эта пирамида могла устойчиво существовать. И мы можем получить лет так через 15-20 очень плохую картинку. Просто надо этой темой озаботиться и надо к ней отнестись на самом деле серьезно. Близко всему звучали еще вопросы, которые звучали на других площадках по необходимости внесения и в уголовный кодекс, и в административный кодекс, и в земельный кодекс. Раскопали несколько проблем по тем законам, которые вступили в силу. Это аренда лесных участков, потому что выяснилось о том, что все-таки люди считают ряд документов избыточным по процедуре оформления этих земельных участков, лесных я имею в виду участков, связанных в первую очередь с проектами освоения лесов, говорят, что эту процедуру надо еще посмотреть и, возможно, ее упростить. Она все-таки немножко тяжеловата. Прозвучала тема «Право на охоту». Это тоже известная такая тема. Она глобальная, но она продвинет очень много вопросов и облегчит различные процедуры. Я, наверное, буду заканчивать, поскольку все остальные вопросы перекликаются с другими форумами, и я думаю, в окончательной теме они выльются в программные документы, куда нам дальше двигаться. Если я их не озвучил, то не значит, что мы их не принимаем к действию. И хочу сказать, что на самом деле поддержу ГИИ, что выступления и предложения были абсолютно содержательные, толковые и объемные, и профессиональные. Спасибо большое. Спасибо. Но видите, одна, во всяком случае, очень конфликтная тема, которая прозвучала, так сказать, пронеслась красной нитью, это дуб. Вот я понимаю, что разные как раз точки зрения, и мне кажется, что очень важно, что вот именно на одной площадке мы слышим мнение разных отраслей, даже по такому вот, так сказать, узкой тематике, как сколько дубов надо на одного тигра в результате. Я не совсем, честно говоря, Владимир Владимирович, соглашусь с точки зрения департамента. Почему? Здесь нам нужно оценивать по результатам. Потому что даже при наличии департамента за последние несколько лет у нас было всего две законодательные инициативы, связанные с охотничьим законодательством, и то они были депутатские. Поэтому и при этом, когда вот мы сейчас встречаемся с новым руководством министерства, мы четко уже обозначаем, как один из приоритетов, это в том числе изменение, долгожданное изменение охотничьего законодательства. Поэтому я думаю, что здесь мы, как представители власти, вне зависимости от того, это исполнительная и законодательная власть, мы должны содействовать вместе тому, мы друг без друга не обойдемся, чтобы в конце концов все вот эти моменты, которые, может быть, ждут своего решения на протяжении многих лет, они в конце концов при наших полномочиях, в наших силах были изменены и реализованы. Да, 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 нет, это важно, но мне кажется, здесь очень важно и сказать о том, что это наша с вами, прежде всего, ответственность, и именно поэтому мы форум этот проводим и действительно уже не просто разговариваем, но мы с вами уже пишем тексты и их обсуждаем.